Друзья, всем привет! И в данном видео снова хочу поговорить о проекте WPP Energy и давайте разбираться с мобильной электростанцией WPP Energy, которая скоро выйдет. Это следующее поколение мобильной электростанции, которая размещается внутри герметического 40-футового конвейера. Это полностью готовая электростанция NNO, которая произведет от 1 до 2,5 МВт в час и предоставляет из себя самостоятельное независимое решение, требующее лишь подключения к водопроводу с бесперебойной подачей воды. Их инновационная технология превращает воду в NNO, соответственно, соединенную с безопасным технологическим приложением для создания чистой зеленой энергии. Стоимость электроэнергии в мобильной электростанции WPP составляет долю традиционных источников энергии. Продукт может быть доставлен к вашему порогу в любой точке земного шара. Легкость экспортировки по воздуху, по железной дороге, по морю, на грузовиках и на тяжелых вертолетах означает, что районы в мире, которые не обслуживаются, не садочно обслуживаются электроэнергией, будут меньше неспособны прямой источник энергии. Также здесь есть панорамный обзор данного проекта, то есть есть вообще траслевой рынок, есть также военный рынок, тоже видно, как он выглядит, и, конечно, криптовалютный майнинг, но поскольку мы вообще ведем речь о криптовалютах, то логично, что это здесь есть. Так вот, особенности, какие у мобильной электростанции ВПП, это полностью готовая электростанция, то есть она уже запущена, и, по сути, требуется всего же подключить все системы к водопроводу. Также она безопасная, автономная и тихая, то есть контейнер содержит усиленную конструкцию, включая, соответственно, высокотехнологические дверные замки со считыванием отпечатков пальцев для предотвращения каких-либо манипуляций со стороны персонала. Электростанция содержится полностью внутри. Электростанция ННО работает внутри полностью ценированного контейнера, который обеспечивает минимальный уровень шума. Также у них низкая себестоимость производства электроэнергии. Эксплуатационные расходы электроэнергии ННО являются частью других источников питания, на 75% меньше, чем большинство других традиционных источников питания. Кроме того, у них есть расширяемый масштабируемый источник питания. Если, допустим, требования к мощности превышают мощность одного контейнера, к нему можно добавить дополнительные, вообще-то, и соединить между собой водопроводы. Также производит не менее 1 МВт в час, то, что я ранее уже вам и говорил. Также подходит для всех климатических условий, то есть холодный, горячий и влажный климат одинаково хорошо подходит для использования контейнера с электростанцией ННО. Он обладает усиленной конструкцией, садированную внутреннюю часть устройства, в общем-то оснащают, соответственно, климат-контролем. Также экологически чистая энергия, то есть электростанция ННО использует воду в качестве топливного элемента, водород, кислорода. На этой электростанции также используются и другие важные частные технологии, не производят также никаких вредных выбросов, тем самым положительно влияя на проблемы загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Также у них есть доставка по всему миру, мобильная энергия, то есть энергия ВПП предлагает доставку по всему миру, контейнер с электростанцией ННО полностью убеден в любое время готов к транспортировке по воздуху, грузовиком, поездам, суднам, а также тяжелым вертолетам. Стандартный размер контейнера составляет, соответственно, вот столько футов, весит 13 тонн. Также требуется только подключение воды, то есть помимо подготовленной плоской оквертности, единственной вещью, в общем-то, для работы электростанции является подключение к источнику холодной воды, ну и также здесь интернет и Wi-Fi оборудованы, то есть контейнер с электростанцией ННО оснащен мощной проборической убирающейся силовой антенной, которая рассчитана на ветер мощностью 100 миль в час. Подключение к интернету позволяет передавать данные производства электроэнергии обратно на сервера ВПП для мониторинга производительной системы с помощью ВПП. Wi-Fi обеспечивает к интернету, соответственно, быстрый доступ, и, безусловно, это тоже является большим плюсом. Также целевые рынки для мобильных электростанций, тоже про это стоит сказать. Так вот, мобильная электростанция ВПП является идеальным энергетическим решением для потребностей в питании многих отраслей промышленности, включая наметившийся кризис потребления от требований криптовалютного майнинга. Она также идеально подходит для нужд военных гостиниц, торговых центров, школ, сообществ, неождающихся в новинном и недорогом экологически чистом источнике питания или желающих включиться от своего нынешнего поставщика электроэнергии, сформировать собственную энергосистему с самой низкой стоимостью. Ну, далее здесь есть индивидуальные пакеты различные, но вы тоже можете здесь нажать и посмотреть варианты, какие могут быть, собственно, варианты индивидуальных пакетов. И также есть индивидуальные пакеты, собственно говоря, отдельно для криптомайнинга. То есть мне предлагают специальные индивидуальные пакеты внешнего вида для криптомайнинга, которые предоставляют специальные тарифы для покупки аренды оптом, а также для, в общем-то, красочного покрытия, для отделки его, если быть более конкретной. Ну, также здесь, если нажать, то можно посмотреть варианты, собственно, какие тут есть, как раз таки, для данного пакета. А также есть, конечно же, в общем-то, форма обратной связи, да, вы можете написать им сообщение личное и, соответственно, задать интересующий вас вопрос по данной электростанции. Ну что ж, надеюсь, что разбор данного, вообще-то, мобильного такого протокола, можно сказать, вам также был интересен, как и разбор самого проекта WPP Energy. Тогда спасибо за то, что посмотрели данный обзор и всем пока!